всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня получилось начать снимать видео достаточно поздно потому что приехала сегодня мама бабушка надо было их накормить посидеть поболтать обсудить все в деревне и так далее сегодня у нас с вами лапша который называется рамен или рамен сейчас вам покажу вот так выглядит упаковка и здесь написано рамен почему я показываю упаковку все очень просто многие будут писать в комментариях что нет это обычная доширак и так далее нет это супер острая лапша просто она у нас не красного цвета как например у японцев и так далее и обычно здесь воды бывает минимум но я люблю когда такой бульончик нарезала здесь огурчиков кукурузку нашла только-только она появилась правда моя тетя сейчас у нас в гостях и она говорит что когда только-только появилась кукуруза клубника это все есть не стоит сначала мне надо выпить и давайте приступим ох боюсь однако боюсь что будет очень остро немножко попробовала соус который там был такой желтоватый был и достаточно острые действительно очень остро но терпимо не так что прям из ушей прям пар о чем я хотел с вами поговорить вчера я поставил опросник в инстаграм вы мне поздавали вопросы это реально очень смешно и мне задали вопрос как зовут твою бабушку я написала мою бабушку зовут фамилия все почему-то подумали что это какая-то шутка нет никакой шутки нет мою бабушку на самом деле зовут фамилия и однажды даже в россии мой дядя однажды хотел ее взять с собой на обследование он жил в то время в россии взял на обследование и там врач или медсестра горит как вас зовут ангра фамилия такая поняла фамилия как зовут-то вас фамилия да не фамилия а имя очень остро очень-очень остро в общем я не шучу моя бабушка по паспорту фамилия у нее фамилия а разовом а имя фамилия и вы знаете в то время ставили такие имена например сына сестры бабушки зовут ментык а ментык это значит логика его зовут логика конечно сейчас понятное дело такие имена не особо популярна но все равно почему-то все так отреагировали так бурно все угорали я думал это обычное дело разве нет сейчас вообще очень красиво называют детей и в россии и здесь то есть выбирают такие имена необычные то есть не саша-маша-даша а действительно красивые имена мне тоже нравится когда имя редкое например девушку мергенштерна зовут делара и когда мы говорим деларом мы сразу вспоминаем про нее у нас нету такого знаете делар а какая делара или например дина сайба сказали дина все поняли кто это и так круто что сейчас детей называют как раз такими такими редкими именами это круто я прям не могу полностью засунуть это в рот это очень остро бабушка рассказывала что когда у нее родился второй ребенок всех ее детей должен был называть старший брат мужа то есть она не имела права сама решать как же она назовет своего ребенка в то время очень почитали старших и считали что молодые не имеют права так как они не имеют такой опыт лучше пусть это сделает кто-то из старших в то время не было и телефонов получается старший уехал в командировку на полгода бабушка родила родила девочку полгода ребенок был без именем потому что дядя должен был приехать и назвать ее а сама бабушка не имела права называть то есть это было неуважение к старшим мне кажется если бы я жила в те времена я бы все равно поспорила и сказал что нет я хочу сама назвать это мой ребенок я буду решать через полгода когда из командировки вернулся брат моего деда он назвал прикиньте то есть не то что у нас семья такая была у всех так было он назвал не одним именем он выбрал три имени для моей тети папиной сестры и бабушку уже из этих трех имен выбрал то имя которое ей нравится и назвала но назвать она обязательно должна была из этих трех имен я вот бабушку иногда спрашиваю я говорю ты не думаешь что ты была как-то ущемлена как-то тебя обижали эти традиции бабушка гады нет я наоборот кайфовала того что он назовет как остро как же это остро и вы представляете эти традиции сохранились даже до тех пор пока мама родила у меня брат старше меня на два года и получается мама родила брата и бабушка сказала что называть будут старшие момента немножко не понравилось если честно потому что времена менялись молодежь менялась естественно момента не очень понравилось потому что мама уже давно хотела как бы назвать моего брата сарханом потому что в ее время был какой-то привет сархан сархан и мама прям очень хотела так назвать своего сына но бабушка сказал нет пусть приходят старшие у нас так принято пусть старшие называют то есть даже не бабушка называет а те кто в роду старше бабушки вот они приходят и называют и когда они пришли жена его подошла к маме и на ушко ей шепнула говорит как ты хочешь назвать ребенка то маме сразу так неловко стало что блин меня тоже спрашивают как назвать ребенка как классно и она такая сразу сархан их невестка сказала своим старшим они такие посовременнее были сказали что невестку хочет назвать сарханом и тут значит дядя старший который пришел он сказал типа это его вариант сархан и только сархан называем сарханом решено продано возможно времена меняются возможно люди меняются но со временем вот эти традиции уже отходят на второй план сейчас уже редко где встретишь что прям родители так вмешивались я назову как я хочу сейчас молодежь как бы сами называют всем как бы параллельно на этом острая лапша просто жалко на не красная для зрелищности лучше было бы она красная господи скорее всего это видео выйдет завтра а завтра 10 мая к сожалению уже прошел праздник день победы но мне хочется от души поздравить всех с великой победой у меня дедушка воевал но не совсем воевал он был врачом и к сожалению я когда родилась уже дедушки не было я как бы не смогла у него взять интервью я так обожаю болтать например с бабушкой про те времена еще бабушка мне знаете такой человек она без цензуры расскажет прям все в подробностях там знаете какие-то даже такие моменты возможно другая бабушка постеснялась бы подобное рассказать у меня не такая свойская может все рассказать даже какие-то интимные моменты там не знаю соседки с другим соседом вообще смешно я всегда замечала что бабушка всегда оправдывает женщин которые например без мужчины и идут искать себе вторую половинку она всегда говорила что ошибочно поступают те женщины которые живут ради детей она всегда говорила что нужно устраивать свою личную жизнь да и много других умных вещей говорит бабушка поэтому я обожаю ее слушать у меня такого нет да бабка пошла ты так далее был бы дед было бы знаете сколько историй на мукбанках не только бабушкины версии но и дедушкины но к сожалению он погиб достаточно давно тяжело есть очень тяжело так как остро в общем на этом всем всех люблю целую пока